Очередные изменения ждут индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С 4 июля они будут регистрироваться по-новому. О корректировках далее. Через считанные дни государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменится. Начинается она с элементарного. Нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Уже сейчас зарегистрироваться можно в электронном формате на сайте налоговиков или с помощью бумажного носителя. Но совсем скоро старая форма заявления изменится на новую. А требования к оформлению ужесточатся. При заполнении данного заявления вручную необходимо использовать только черные чернила и заполнять по определенному образцу, который установлен требованиями к заполнению данных документов. Такие изменения связаны с тем, что новые формы заявлений машиноориентированы. И в дальнейшем они будут автоматически обрабатываться в регистрирующем органе. Это сокращает время на обработку, а также исключает ошибки, которые допускались ранее в некоторых случаях нашими сотрудниками, когда вводились данные. Еще одна особенность, на которую обращают внимание налоговики – односторонняя печать документов. Только на одной странице, а не на обеих сторонах. Повышенное внимание к оформлению – не каприз. Принятые заявления, сообщения и уведомления налоговики пропускают через сканер. Дальше информация уходит в специальный ресурс. А само устройство способно прочитать только документ, составленный по правилам. Чтобы не ошибиться в деталях, можно оформляться электронно. На сайте службы есть целый раздел регистрации налогоплательщиков. Он был усовершенствован. В данном разделе объединены ранее разрозненные разделы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей. Сейчас все находится в одном месте. И, в общем-то, все вопросы по процедуре государственной регистрации можно уточнить и выяснить в этом разделе. После подачи сведений остается только ждать сообщения от налоговой. Они придут по указанному адресу с информацией о времени и месте встречи, говорят специалисты. Вместе с тем изменится порядок выдачи документов. Он упростится. Сейчас свидетельство Федеральной налоговой службы будет выдаваться только при государственной регистрации юридического лица, при создании и при государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В иных случаях уже свидетельство не выдается. Раньше мы его выдавали при ликвидации юридических лиц, при внесении любых изменений. Юридические лица, индивидуальные предприниматели путались в этих свидетельствах. Чтобы не было путаницы, решили оставить одно свидетельство о госрегистрации. А к нему приложить специальный лист, куда и будут вноситься изменения. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.